Ремонт! Ломать стереотипы мы отправились к хрупкой девушке Ксении, которая любит татуировки, увлекается воздушной акробатикой и, да, делает ремонт и ведет об этом влог на Ютьюбе. Меня зовут Ксюша. Я вообще занимаюсь компьютерной графикой и также программирую сайты. И вот, видимо, в свободное от работы время решила, что пора приобрести квартиру и сделать ее квартирой своей мечты. И вот этот процесс уже длится месяцев, наверное, пять, может быть, даже шесть. Ее квартира находится в сталинском доме постройки 1954 года. О тех временах в доме уже практически ничего не напоминает, разве что металлические суровые балки под потолком. Но и они у многих были спрятаны так называемым евроремонтом. До этого я ремонтом не занималась вообще никаким образом. Максимум могла вкрутить только, может быть, какую-то лампочку. Сейчас, конечно, я уже знаю, наверное, все про штукатурку, про реставрацию кирпича, про то, как возводят деревянные лаги. Но, как бы, конечно же, я сама бы со всем этим не справилась. Благодаря фейсбуку, благодаря блогу я нашла очень хороших ребят. Максим и Слава, они мне здесь сделали фактически все, что вы видите. В принципе, все, что вы здесь видите, это сделали они. А что сделала ты? Я руководила процессом и очень нервировала их всеми своими желаниями, потому что я, наверное, очень сложный клиент, потому что я меняю свое мнение чуть ли не ежедневно, может, еще чаще. Об изменениях, которые происходят в квартире в процессе ремонта, Ксения рассказывает в своем влоге на Ютьюбе. Привет всем. С вами снова Ксения Горячева и наш оператор Филипп Кикс. Сегодня мы наконец-то дошли до того этапа, когда мы должны получить пустую квартиру. Смотрим, что же из этого получилось. Ксения, как творческий человек, смогла превратить ремонт в некий творческий эксперимент. Хотя до этого ее увлечения проходили немного в другой области. Например, Ксению часто приглашают поучаствовать в фотосессиях известные фотографы. Еще бы, ведь помимо богатого внутреннего мира, у нее и весьма интересная внешность. Я никогда этим профессионально не занималась, но с огромным удовольствием всегда принимала участие в различных творческих проектах. Например, последний – это был календарь для барбершопа. Там куча мужиков, бородатых, значит, и каждая женщина представляла собой разный месяц. Я была и на марте, и на сентябре, и где только не была там в календаре. Также снималась для эстонского журнала «Найна». Это был фотосет нижнего белья. Тоже очень, очень хорошая фотография. Сейчас на канале Ксении шесть выпусков. Причиной съемки видео прежде всего была личная мотивация. Мне в первую очередь надо было мотивировать саму себя делать ремонт в этой квартире. И когда люди уже ждут, когда людям интересно, и тогда всегда есть мотивация, что так, завтра надо снять, надо что-то сделать в квартире, потому что завтра сюжет. Работы еще много, так что, возможно, пользователей ждет еще много интересного. Здесь у нас ванна, здесь у нас туалет, тут у нас сауна с банькой. Так, здесь у нас кухня с небольшим столиком. И здесь чилл-аут, зона. Еще одно увлечение, которое занимает важное место в жизни Ксении, это воздушная акробатика. И этому увлечению тоже найдется место в ее новой квартире. И пилон у меня будет стоять в квартире, наверное, как раз где-то на этом месте. Для тех, кто не знает, что такое пилон, в простонародье это шест. Но для тех, кто занимается не стриптизом, а воздушной акробатикой, все-таки эта вещь называется пилон. Вот, я ей тоже занимаюсь уже года четыре, выступаю вместе со своим напарником. Соседи смотрят на этот ремонт весьма благосклонно и даже периодически заходят посмотреть, на какой он стадии. Ну, раз мы здесь, может, помочь тебе чем? Да, ко мне просто не заходят, так что давай, помогай. Берем эту штуку? Да, ну, кстати, да, полы надо уже складывать. Слушай, да, мне кажется, здесь написано ЕТВ+. Так и есть телевизионный дизайн.